Юрий Ганжа Я являюсь фитнес-инструктором, тренером по бодибилдингу, немножко тренером по парлифтингу, организатором экстрим-шоу «Медведь». Это наши соревнования по силовому экстриму. В спорт особо я как бы и не приходил, был и остаюсь, в общем-то, энтузиастом. Началось все с того, что, проходя учебу в Астрахани, я там пришел в клуб атлетической гимнастики, как это тогда называлось. Там мне все это очень понравилось. Меня удивило, почему в городе Астрахани, который в 300 километрах от нас, в каждом районе по такому клубу есть, а у нас нет вообще ни одного. Приехал сюда с другом своим, Николаем Позняковым. Мы открыли первый такой тренажерный зал в нашем городе. Атлант он назывался. Потом, немного погодя, он рассосался этот клуб. Открыли вот этот вот Арнольд. Уже более такой жесткий железный зал. Отношение к бодибилдингу у меня, в общем-то, всегда было больше как бы тяготел к рекреационной версии, как это тогда называлось. Сейчас это фитнесом называют. А тогда это называли рекреационный бодибилдинг, восстановительный, так сказать. То есть это какое-то восстановление, развитие каких-то определенных частей тела, но не в спортивном его плане. Потому что спорт, в любом его проявлении, любой вид спорта, это как бы, ну я не знаю, это отсутствие инстинкта самосохранения, во-первых, занимающегося этим видом. Ну и там уже требуются запредельные какие-то усилия, которые не могут себе основное большинство позволить-то. А здесь школьники, инвалиды, пожилые, там, ну кто угодно. Это очень такой широкий, гибкий вид. Желающих заниматься соревновательно этим видом спорта очень мало. У нас традиционные виды есть, это там борьба, футбол, были шахматы еще. Сейчас как-то они немножко угасли, не слышно, по крайней мере. Ну а так, в общем-то, единичные варианты есть желающие. Я двух вывел на соревновательный уровень. Это Тимирхан был такой, самый первый наш бодибилдер, который начал соревноваться. Ильжуркаев и Слава Дашкевич. Да, жену, безусловно, привязал к этому спорту я, но у нее были к этому стремления. Поскольку познакомились-то мы именно вот в этом зале. Она пришла в Арнольд тренироваться, но с этого все и началось. Я имею в виду наши отношения потом, которые в семью превратились. Ну, стараемся так участвовать в общественных спортивных мероприятиях нашего города, всей семьей. Причем Татьяна, жена моя, тоже сейчас уже стала профессиональным фитнес-инструктором. Печально, что люди смотрят и считают, что им не нужен никакой инструктор, никакой тренер. Они думают, что все есть это в интернете. И, в общем-то, ничего не надо. Ну, в действительности это не соответствует. Должен быть хоть какой-то фундамент. Иначе вот эта каша получится в голове, которую льют там абсолютно противоречивые всякие источники, данные. Кого я считаю грамотным тренером? Тех, кто этим занимается уже не один месяц, год даже там. Ну, практика это самое главное. Сертификация временем – это лучшая сертификация. То, что там какое-то обучение на каких-то курсах, ну, это абсолютно в голову ничего не наливает. Можно точно так же курс лекций в Ютубе просмотреть, и ты будешь точно таким же грамотным, как этот чел, у которого книжечка-сертификат есть. Спорт высоких достижений, он без фармакологии быть не может. Это любой вид спорта. Если ты хочешь заниматься для себя, если ты хочешь результатов, стероиды тебе не нужны, но спортивное питание здесь уже без этого будет очень тяжело. По центральным каналам шли соревнования «Самый сильный человек планеты», если я не ошибаюсь, с участием Турчинского, нашего известного, динамита. Вот, мне настолько это направление понравилось, настолько захотелось у нас что-либо подобное провести. Ну, как бы с головы не выходило это очень долго. И настал такой момент, товарищ Сергей Сухинин такой работал тогда в комитете по делам молодежи при мэрии. Вот он по поручению нашей администрации подошел, и поручение было создать какое-нибудь общественно-массовое такое спортивное мероприятие, ну, зрелищное, новое, то, чего у нас, в общем-то, и не было никогда. Ну, и, как говорится, здесь вот на плодородную почву кинули семечко, а я как тут со своей идеей, как дурень, с этой торбой носился как раз-таки. Вот, и мы с Сухинином, в общем-то, все это дело взяли, организовали. Называлось оно, ну, как и сейчас называется, экстрим-шоу «Медведь». Уклон был, конечно, в сторону шоу больше. Идея была именно по силовому экстриму. Силового экстрима, кстати, тогда даже не существовало. Он появился как вид спорта где-то года через три. Так что у нас в России, я, можно сказать, даже, наверное, пионером стал в этом направлении. Вот, с этого года нашей администрации настолько понравилось это мероприятие, что они его внесли в календарь городских мероприятий, но официально городское считается. И вот на протяжении уже скольки, там, 15 или 16 лет, со исключением двух-трех лет перерыва там, оно проводится ежегодно. Я всегда был убежден в том, что лучший способ избавиться от плохих привычек – это заменить их на хорошие. Физкультура и спорт – это не просто необходимость, а именно образ повседневной жизни. И Юрий Ганжан – настоящий фанат своего дела, который любит спорт и заряжает свою любовью к нему других людей. Я желаю герою своей передачи крепкого здоровья, талантливых учеников и успехов в достижении поставленных целей, которых, уверен, у него много. С вами был Бат Чемидов и моя авторская передача «Интересные люди». До встречи! Я Юрий Ганжан, и это моя история.